Приветствуем вас дорогие подписчики канала, нас долго не было, потому что внимание большинства направлено в сторону вектора, от которого мы сейчас оттолкнемся. Проще говоря многие из нас погрузились в игру, которая поглотила все частоты на поверхности и создала свои собственные частоты. Важный вопрос, который касается новых временных линий или предложенного сценария. Почему мобилизация касается без разбора всех? Где учитываются лишь ряд параметров, например возраст и отметка, что человек служил. Конечно тот кто служил и держал в руках оружие, после окончания службы или контракта, мог изменить свое сознание и принял решение о прохождении нового опыта, но так или иначе, старые договорные обязательства 3D-матрицы принуждают вас вернуться к повторению данного опыта, так в чем же проблема? Мы решили задать вопрос нашему контактеру, который поделился с нами своим мнением. Да, это очень животрепещущий вопрос, который поверг многих в панику. Мы знаем, что многие не согласны с мобилизацией, их уклад жизни и сознание сильно отличается от того, к чему их принуждают, то есть принять игру. Которая для них неприемлема, либо они опасаются за свою жизнь, потому что в их планах не планировалось проходить подобный опыт. Так кто они? Трусы, беглецы или рациональные души, которые выбирают свой путь развития? Возможно, кто-то не хочет убивать, другой хочет сохранить свою жизнь, третий не хочет менять свой образ жизни или желает остаться со своей семьей. Это многомерный вопрос. В любом случае, каждая душа, уже тем более сейчас в частотах 5D, не может уклониться от воли и плана своей души, и поэтому все, что она делает, предначертано изначально, то есть душа, дала согласие на данное прохождение опыта. Пусть даже кто-то уклонился, убежал или уехал потом, попал на фронт. Второй смело решил идти и пострадал от данного решения, третий сбежал от того, что ему суждено было пройти, но наткнулся на множество неприятностей, которые усугубили его жизнь хуже, чем он бы пошел на фронт. Вариантов действительно бесконечное множество и ситуации совершенно разные. Конечно, все произойдет так, как задумано прежде всего планом Творца, любое сопротивление создает дополнительные уровни искупления. И это может быть надолго. Но главная мысль такая, если кто по разным причинам избежал мобилизации и не понес из-за этого кармическую ответственность, значит в другом месте он был нужнее, и это был его план не участвовать в этой игре. Чаще всего это возникает, когда душа прошла уровень познания 3D-матрицы, и она автоматически исключается из 3D-процесса. Да, человек может еще довольно-таки долго оставаться в 3D-плане как наблюдатель, но данные события так или иначе его не коснутся. Продолжение следует... Продолжение следует...